Здравствуйте, уважаемые студенты! Представляем вашему вниманию тему номер 7 «Региональная политика. Сущности и основные направления». Данная тема содержит в себе два основных вопроса. Первый. Место региональной политики – общенациональной экономической политики. Второй. Основные методы и инструменты регулирования регионального развития. Приведем к изучению первого вопроса. Региональная политика охватывает комплекс различных законодательных, административных и экономических мероприятий, проводимых как центральными, так и местными органами власти и направленных на регулирование размещения производительных сил. Региональная политика государства – это сфера деятельности по управлению экономическим, социальным и политическим развитием страны в пространственном, региональном аспекте, то есть связанная с взаимоотношениями между государством и районами, а также районов между собой. Основные направления развития региональной политики. Первое. Это определение соотношения движущих сил регионального развития и обеспечения их взаимодействия. Второе. Это определение соотношения общегосударственного и регионального аспектов развития, центрального и регионального уровня управления экономикой. Третье. Это подъем экономики отсталых районов и освоение новых районов и ресурсов. Следующее – это решение национально-экономических вопросов и решение проблем урбанизации. К направлениям региональной политики следует отнести также региональные аспекты демографической, аграрной политики и другие мероприятия государственной власти. Отношение государства к каждому из этих направлений и конкретные мероприятия, осуществляемые по ним, составляет содержание региональной политики государства, которое во всех развитых странах, проводящих активную региональную политику, на политику практически одинаково. Региональная политика играет значительную роль в наиболее развитых странах, хотя в менее развитых странах региональные проблемы часто оказываются более острыми. Это обусловлено тем, что проведение региональной политики требует значительных средств. Главная цель региональной политики – это создание условий для вхождения в рынок всех заинтересованных регионов, предприятий и граждан для раскрытия и развития их целевых способностей и предприимчивости с учетом территориальной специфики. Цель региональной политики – социальная – это формирование в регионах слоя частных собственников, содействующих созданию социально ориентированной рыночной экономики, развитию региональных рынков, социальная защита населения и развитие объектов социальной инфраструктуры за счет не только государственных средств, но и средств, поступающих от приватизации отечественных и иностранных инвесторов. Экономическая цель – это территориально ориентированная приватизация, проводимая темпами, учитывающими специфические особенности каждого региона, в целях обеспечения устойчивого состояния региональных хозяйственных комплексов в условиях финансовой стабильности. Это создание конкурентной рыночной среды во всех регионах, это содействие демополизации хозяйства, повышение комплексности использования природных ресурсов на базе развития системы малых и средних предприятий, это содействие расширению экспортного потенциала, приграничной торговли, развитию свободных экономических зон, привлечение иностранного капитала регионов. Экологические цели – это содействие постановлению эколого-экономического равновесия в легко уранимых регионах на основе распространения экологически чистых, то есть безотходных технологий, привлечения частного и иностранного капитала к участию в реализации природоохранных мероприятий. Функции региональной политики вытекают из экономических преобразований и структурной перестройки экономики, межрегиональных различий в уровне жизни и населения, динамики производственных показателей, финансовой ситуации. Функции региональной политики по используемым механизмам делятся на экономические, социальные и политические. Экономические функции включают в себя государственное регулирование инвестиций, дотации, квот, льгот, субсидий. Дифференциация по отношению к северным, центральным, южным регионам страны обусловлена природными и социально-экономическими факторами развития регионов. Социальные функции – это регулирование регионального развития, выравнивание межрегиональных различий в уровне доходов, безработицы, социальной инфраструктуры, транспортной сети, защите от дискриминации людей по месту жительства. Политические функции различают как внешнеполитические и внутриполитические. Внешнеполитические функции региональной политики – это обеспечение территориальной целостности, внешней безопасности. А внутриполитические – это использование региональной политики как средство регулирования взаимоотношений между различными политическими блоками. Объектом региональной политики в странах рыночной экономики являются региональные неравенства, проявляющиеся в уровне и условиях жизни населения, занятости и безработицы, темпах экономического развития регионов, условиях предпринимательства и другое. Таким образом, мы перешли к вам. Важнейшими механизмами государственного регулирования экономики региона являются комплексный прогноз социально-экономического развития регионов и размещение производительных сил Республики Казахстан на долгосрочную перспективу, обеспечивающий взаимосвязь и согласованность общегосударственных и региональных интересов, укрепление и рациональное использование имеющихся в регионах производственно-экономического, интеллектуального и экспортного потенциалов. Система стратегических планов на общегосударственном, региональном и отраслевом уровнях, нацеленных на реализацию выделенных в комплексном прогнозе этапов и приоритетов социально-экономического развития страны. Разработка и осуществление общегосударственных программ по решению крупномасштабных межрегиональных проблем. Реализация целевых программ по решению наиболее острых проблем развития конкретных регионов, в том числе специальных программ государственной поддержки экологически бедствующих районов, депрессивных, малых и средних городов, развития отдаленных сельских районов. Создание специальных экономических зон, соответствующим законодательным, институциональным и методологическим обеспечениям в целях ускорения развития соответствующего региона, более полного использования потенциала, привлечения иностранных инвестиций, современных технологий, зарубежного научно-технического, управленческого опыта, экологической интеграции с ближним и дальним зарубежным, финансово-кредитные и налоговые рычаги. Методы государственного регулирования экономики региона делятся на две группы – прямые, то есть административные и косвенные, экономические. Прямые методы регулирования экономики адресованы и направлены на вмешательство в экономическую деятельность определенного объекта регулирования. К ним относятся установление государственного заказа на производство определенного объема конкретного товара или услуги, выделение централизованных капитальных вложений, дотации, субсидирование, установление верхних и нижних пределов цен, тарифов и другое. Косвенные методы конкретно не адресованы, но обязательны для всех хозяйствующих субъектов рынка. К ним можно отнести такие методы, как налоговое регулирование, финансово-кредитная, денежная, амортизационная политика и другое. Для регулирования региональной экономики государства используют систему методов. Она должна быть гибкой, дифференцированной и комплексной, учитывающей особенности регионов и характер решаемых ими стратегических и тактических задач. Таким образом, мы изучили данную тему. Желаю вам успехов в более глубоком ее изучении. Всего доброго!